Ильерман Ригонда. Ну а мы теперь снова к Борису Кузнецову. Насовая категория до 57 килограммов. И его соперник в финале Филипп Варуинг. Боксер из Кении. Михаил Яковлевич, ну вам, наверное, приходилось в карьере с многими африканскими боксерами сталкиваться. В общем, на Олимпиаде это всегда некоторое удивление, потому что мы просто их не очень хорошо знаем. Насколько хорошо там развит бокс на этом континенте, что собой представляет соперник? Ну, всегда загадка. Для... Для, в данном случае, для боксера и для... страны тоже. Олимпийские игры собирают со всех континентов спортсменов. И это является загадкой для многих. Ну, надо сказать, что вот Филипп Варуинг как раз, наверное, не относится к числу тех, кого знали плохо. Почему? Потому что он уже завоевал бронзовую медаль в этой весовой категории на предыдущих Олимпийских играх в Мехико. И, более того, это редкий случай в истории бокса. Возможно, вообще единственный, когда боксер, получивший бронзовую медаль, получил на Олимпиаде трофей Вала Баркера. То есть признан был самым техничным боксером. Денис. Но высшая награда в боксе Вала Баркера. Варуинг станет потом профессионалом, но карьера не лучшим образом у него будет складываться. Это уедет он в Японию для того, чтобы боксировать в профи. И из 25 поединков, которые он проведет, 10 проиграют. Это, конечно, очень много. И 6 из них нокаутом. Ну, и дважды будут бороться за титул чемпиона мира. И оба раза проиграют. Здесь же немножко другая ситуация относительно полуфинала. Если Андрош Боташ был перекрытый, боялся Бориса Кузнецова, то у Варуинг, во-первых, повыше. Совершенно другой комплекции. Выше и заметно. И длинные руки. И Борису не так просто подойти. Но, я вам скажу, он свои руки как бы не использует так. Если бы он постоянно держал на дистанции, он немножко скован. Ну, держит у головы руки. Удар открытой перчаткой. Это как бы дается возможность нашему боксеру искать пути для того, чтобы открыть боксера и нанести свой удар. Тут надо сказать, что преимущество в опыте здесь возможно уже на стороне киниться, потому что это вообще третья для него Олимпиада. А впервые-то он появился в 1964 году на Олимпийских играх. Завершен первый раунд. Честно говоря, пока мне сложно отдать кому-то предпочтение. Может быть определенное преимущество количества точных ударов на счету Бориса Кузнецова. Ну, вот в Инте тоже попадает иногда в Оруинг. Он хорошо закрыт. Но Борис Кузнецов в этом раунде, как и в первом, работает первым номером. Ищет брешь в защите кинейца, чтобы удачно атаковать. Очень такие растянутые атаки у Оруинга. И если он пошел вперед и не ударил, то есть не попал, он же не успевает закрыться. И вот эту контратаку Кузнецова перехватить. Сейчас как раз два раза примерно по одному и тому же сценарию все произошло. Но, правда, затем Кузнецов два удара пропустил. Мне кажется, что вот в этом поединке уже не так оправданно руки держать внизу. То есть где-то, может быть, чуть... Внимание не такое большое Кузнецов уделяет защите. Дело в чем, возможно, ему вот с этой позиции более удобно, быстрее достать спортсмена, боксера. Спасибо. Спасибо. В этой весовой категории два олимпийских чемпиона у сборной Советского Союза уже были. В 1956 году Владимир Сафронов выиграл золото, а 8 лет спустя в 1964 году Станислав Степашкин. Сейчас очень неплохо, что уже практически в момент гонга удалось ударить Кузнецову, то есть закончить раунд своим ударом. Третий заключительный раунд. Продолжение следует... Борис Кузнецов постоянно держит на острие кинейца от своей атаки. И это использует... Чувствуя дистанцию, он тут же наносит полезные для него удары. Мне кажется, что африканцу немножко не хватает решительности. Боксирует, ну, условно, держа в голове такой принцип. Я шучу, конечно, но возникают такие мысли, как бы чего не вышло. Несколько хороших ударов Кузнецов наносят. Нам только отходить, успевать после атак, потому что длинная рука у Варуинга и, разумеется, на выходе он достает. Тем более, что еще и шаг вперед стал делать то, чего не делал в первых раундах. Снова с левой попал в Варуинг. Еще один удар. Замечание углу. Слишком громко тренеры себя ведут. Интересно, что практически нет ударов в корпус на этом поединке. Хотя, казалось бы, Кузнецову-то должно быть удобно. Да. Чувствуется напряжение. Вы слышите, как, наверное, члены нашей сборной там скандируют «Боря-Боря». Ну, члены сборной команды, болельщики. Все время держит его в напряжении и тут же атакует. То есть, не дает шанса атаковать кинильцу. Услышал, по-моему, Борис Кузнецов, как ему подсказали, что пошла последняя минута раунда и концовку провел лучше. Поскольку мы с вами уже знаем щетку, наверное, нет смысла тут особенно держать зрителей в неведении. Со счетом 3-2 Кузнецов одерживает победу, становится олимпийским чемпионом. И как вы считаете, вот действительно ему помог тот факт, что, скажем так, последние полминуты заключительного раунда он явно выиграл? Ну, третий раунд заметно за ним был. Первые два раунда как бы позиционная борьба была. Но в то же время минимальное преимущество было Кузнецова. А вот третий раунд, если вы видели, он просто был постоянно в атаке, не давал никаких шансов атаковать и контратаковать своему оппоненту. Поднимает рефери руку Дариса Кузнецова. Немножко странно, что объявляя решение, диктор только лишь сообщает, что победа по очкам и при этом не называет счета. Но зал недоволен. Зал считает, что надо было победителем Лоуинга объявить. Я думаю, третий раунд...